Всем здравствуйте! Это программа «Лучшее в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. Программа «Лучшее в Краснодаре» отличается от всех других программ. Например, чем? Ну, например, тем, что у ведущего налит кофе, а чайник стоит для чая. Но все остальное у нас прям по-настоящему. Совсем скоро будут интересный гость, интересные сюжеты. Мы начинаем. Поехали! Современные покупки уже давно перебрались в интернет. Срочно понадобилось купить ноутбук, планшет, смартфон или бытовую технику? Решите проблему с помощью электронного дискаунтера. Достаточно зайти на сайт, выбрать нужный товар, оплатить и получить в удобное для вас время. Благодаря прямым поставкам от производителей цены в таком электронном магазине будут значительно ниже, чем в обычных. Если же у вас присутствует желание посмотреть товар перед покупкой или же получить профессиональную помощь в выборе, тогда посетите розничный магазин или один из пунктов выдачи и заказа товаров в ближайшем для вас районе города. Помните, что в ассортименте дискаунтера более 50 тысяч наименований компьютерной цифровой, бытовой техники, офисной мебели и других категорий товаров. В вашем распоряжении будет 700 мировых брендов и вы точно найдете все необходимое. А захотите компьютер с нестандартной комплектацией? Вам соберут сертифицированный компьютер по индивидуальному заказу с гарантией на 3 года. Выгодные программы лояльности для клиентов сделают вас постоянным покупателем. Друзья мои, в гостях у нас сегодня стрит-арт художник Георгий Куринов, самый известный стрит-арт художник. Да что там? Ну, мы можем сказать в мире. Нет, но скажем, в мире. Пускай так, но в Краснодарском крае уж точно. Привет. Приветствую. Давай расскажем, что такое стрит-арт искусства. Стрит-арт искусства, ну, по сути, уличное искусство, которое включает в себе неограниченное количество различных видов, граффити, инсталляции, скульптуры и так далее. Такое достаточно емкое, большое понятие. Собственно, чем я и занимаюсь? А чем конкретно ты занимаешься? Есть такая у меня шутка, я крашу заборы, но делаю это очень красиво. Как-то вот так. Хорошо. Это граффити, так? Или граффити? Как правильно? Ну, это не совсем граффити. Граффити это больше как бы шрифтовые элементы, каллиграфия, шрифты. А я больше рисую изображения, иллюстрации и так далее. Просто делаю это на фасадах, в больших масштабах. Как-то так. А как давно ты этим занимаешься? Ну, уже лет 13-14, наверное. 14 лет. И это твоя основная профессия? Да. На данный момент. Но до этого? Но до этого я работал по основной своей профессии, которой учился в кубанском государственном сфере графического дизайна и рекламы. Я был художником, иллюстратором, делал иллюстрации для книг, для обложки, для CD-дисков, афиш и так далее. А потом захотелось все-таки масштабов. Да, хотелось немножечко спорта в моей жизни, и да, перешел на большие фасады. Прямо сейчас предлагаю посмотреть следующий сюжет, а потом продолжим. Смотрим. Изготовление качественной шубы – это целое искусство. Специалисты отбирают лучшее сырье. Наборщик меха должен отсортировать более 500 шкурок. На пошив одной шубы требуется не менее двух недель. Результат кропотливой работы – красивые шубы по выгодной цене. Жители Краснодара знают, что для долгой русской зимы лучше всего подходит качественное меховое изделие из норки. Поэтому они выбирают классические современные куртки, манто и элегантные длинные пальто, которые хорошо сидят, и в каждом из которых женщина почувствует себя королевой. Крой каждого изделия продуман до мелочей. Приходите, оцените все преимущества каждой модели и сделайте выбор. Новоторская ярмарка ждет вас за шубой. Норка собственного зверохозяйства, авторский дизайн и пошив, контроль качества каждой шубы, красота и мода, цены производителя, шубы чипированные. Добро пожаловать за шубой на новоторскую ярмарку в Кубань-экспоцентр с 5 по 9 октября. Друзья мои, напоминаю, в гостях у нас сегодня стрит-арт-художник Георгий Куренов. Расскажи о своих работах, которыми ты гордишься больше всего. Ну, как мне кажется, я горжусь всегда какой-то крайней работой, которую последнюю я сделал. Вообще работ много по городу и не только. И в России, и в Европе сейчас, слово богу, езжу. Вот, приглашаю. Так сказал, как будто не выпускали до этого. Ну, да, железный занавес был какое-то время у нас. Вот, и очень приятно, что именно, да, развиваясь не только в городе, но и в различных фестивалях по России. Ну, наверное, самые знаменитые в городе, это на Дзержинского пятиэтажное здание, на проект Папа, на Горького и Красное, возле торгового центра Арбат, что является самым большим граффити в ЮФО. И, ну, из стареньких, там, жираф на мосту, девушка с подсолнухами на офицерской. Вот такие вот большие работы. То есть можно, проезжая мимо, обратить внимание обязательно, вспомнить и сказать, о, круто, как здорово, сколько времени на это уходит? По-разному. Можно самое большое. Самое большое количество времени уходит на согласование поверхности и получение разрешения, потому что сейчас по новым законам там нужно в архитектуре взять разрешение. И самое главное, нужно взять все подписи жильцов. Хотя бы 50-60% подписей должно быть собрано. А так как Арбат в помещении не жилое, это очень сложно было собрать подписи жильцов. Ну, там разные моменты. Скажи, пожалуйста, вот самая большая работа в ЮФО, сколько она заняла времени именно по изготовлению? Сам процесс на стене где-то полторы-две недели. Полторы-две недели. Ну, это очень ускоренные сроки, потому что мы мешали нашим подъемникам парковки Арбата. Поэтому за полторы недели это очень-очень... Сколько человек трудилось? Один, конечно же, я. Ты сам все сделал? Ну, да. Я всегда сам работаю. Смотри, аплодисментами уходим в следующий сюжет. Максим и Анастасия выбирали квартиру не один месяц. Наконец, приобрели жилье в совершенно новом микрорайоне. В отличие от многих предложений, здесь они увидели сразу несколько плюсов. Например, для молодой семьи были важны детские спортивные и игровые площадки в каждом дворе. А появление детских садов, школы и поликлиники в шаговой доступности сделает жизнь в таком микрорайоне еще более привлекательной. Мне кажется, новый район построен более современно и продуман во всех отношениях. Да и сами дома выглядят солидно. Сразу видно, построено качественно и надежно. Действительно, монолит-кирпич с улучшенной звукой и теплоизоляцией делают жизнь в квартире комфортнее и позволяют значительно экономить ваши средства на отоплении и электроэнергии. А керамический кирпич, использующийся при строительстве, придает дому эстетически привлекательный внешний вид. Но и на этом плюсы не заканчиваются. Лично меня порадовало большое количество парковочных мест, что очень удобно. Да и в пробках по дороге стоять не приходится, что тоже немаловлажно. Просторные квартиры в таком микрорайоне от 46 до 83 квадратных метров. Так что любая семья найдет себе подходящую. Двухкомнатная? За полтора миллиона? Казанский! Вот где сказочная выгода! Микрорайон Казанский. Звоните! Продолжаем программу «Лучшее в Краснодаре». В гостях Георгий Куренов. Не буду говорить, что ты стрит-арт-художник, потому что всю программу об этом и говорю, все уже знают. Скажи, во время того, как ты... Правильно говорить рисуешь, да? Потому что художники, например, не говорят, что... Ну, они пишут картины. Я рисую фасады. Я думаю, что, наверное, рисование будет правильным. Когда ты рисуешь, были ли какие-нибудь случаи... Ну, давай их назовем курьезными. Потому что они не все могут быть смешными, но вот курьезными. Ну, опять же, возвращаемся к теме. Недовольных во время рисования, в процессе рисования, там, кидали камни. Хотели сжечь. Именно сжечь. Не покалечить. А почему-то сжечь. Я все время вспоминаю этот случай. Думаю, и причем... То есть, они тебе даже выбора не предоставили покалечить и сжечь. Причем бабулек было пять, и они единогласно согласились, что именно нужно именно сжечь. Я не знаю, почему. Собрали фотки. Да, да, да. Вплоть до этого. Бывали случаи, что я получал абсолютно полностью разрешение от администрации, архитектуры и так далее. Начинал рисовать, а в итоге оказывалось, что разрешение там недействительное. И, допустим, ТСЖ, они не давали этого согласия. То есть, конфликты там кто-то друг друга недопонял, и в процессе меня останавливали. Вуалай, такое. На самом деле, масса, масса. Я думаю, напишу огромную книгу спустя 5-10 лет о вот этих вот мини-сюжетах. О том, что в основном это все связано с тем, что мешает работать, да? Да, человеческий фактор. А бывает такое, что вот все вроде нарисовал, все вроде хорошо, но вот не так, как тебе нравится. Да это бывает, я даже скажу больше, наверное, с каждой моей работы спустя там 2-3 месяца. А, действительно. Я поэтому рисую очень много, стараюсь каждую последующую делать как можно более сложнее и качественнее. Поэтому я всегда особо недоволен. То есть ты мимо вот так вот проезжаешь? Да, так вот. Нет, вот так вот первые два месяца проезжаешь, потому что как здорово. Да, 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 да. А потом я просто закрою глаза и так вот идет. Хорошо, смотрим следующий сюжет, поехали. Знаете ли вы, что в нашем городе можно пройти курс лечения у остеопата и привести в порядок зубы сразу в одном месте? Мы убедились, что такое возможно. В по-настоящему уникальной клинике придерживаются правила, что пациент главный. Поэтому создают все необходимые условия для комфортного оздоровления. Звучит релаксирующая музыка, радует глаз картины лучших отечественных художников. Наличие в клинике технической лаборатории позволяет изготовить протезы любого уровня сложности. Вам не придется беспокоиться за свою улыбку, если с вами работают исключительно профессионалы. Три кандидата меднаук, а доктор-остеопат с европейским дипломом. Для тех, кто не знает, что такое остеопатия, раскроем секрет. Это работа сердцем, руками и совестью. Возможность укрепить не только тело, но и дух. Когда мне тяжело становится, я обязательно прихожу и после курса остеопатии чувствую себя значительно лучше. Дружный коллектив в клинике тоже немаловажен, так как создает доброжелательную атмосферу. Конечно, к каждому клиенту индивидуальный подход. Приходите улучшать свое здоровье всей семьей, и вам помогут справиться с многими проблемами. Клиника Прокофьевых. Комфортные условия для взрослых и детей. Действует программа «Антиспид» и «Антигепатит». Три кандидата наук. Доктор-остеопат с европейским дипломом. Клиника Прокофьевых. Уникальная клиника. Друзья мои, в гостях у нас сегодня Георгий Куринов. Стрит-арт художник, который много, кстати, где уже побывал, много где порисовал. И вот вопрос такой, где бы тебе хотелось порисовать любую точку мира? Где? На чем? Ну, я думаю, что везде, и в Азии, и в Америке, и по Европе еще много, но нужно поездить. Где, на чем? Да, всегда, каждый раз по-разному. Главное, чтобы это были достаточно большие поверхности, интересные. Так, не знаю пока. Ну, в ближайшее время куда собираешься? Пока собираюсь. Ставрополь. Это прекрасное место. Это прекрасное место. Замечательно. Что там будешь делать? Фасад для компании, агрокомпании, но с таким интересным современным, современной изюминкой. Вот. Они решили интерпретировать свою профессию, род занятий, которые они занимаются, в таком немножко диком варианте. Платоядных растений, подсолнухов, джунглей и так далее. В общем, такая безумная планетка получается. Очень рад, что люди, которые занимаются достаточно с виду скучным делом, делают подобные проекты. Это очень круто. Да, ну, строить дома – это же известное скучное дело. Правильно. Скажи, а твоя мечта в плане вот твоей профессии? Ну, собственно, я к ней иду. Стать лучше. Стать лучше вообще в умениях, навыках. А вот конкретно проект, не думаешь о том, чтобы, например, нарисовать, ну, самый большой какой-нибудь проект в мире? Ну, всегда есть такое. Ну, нет, прям гонки мерятся там. Проектами. Проектами, да. Но всегда хочется, конечно, больше, лучше и интереснее. Не меряйте ни с кем проектами. Смотрим следующий сюжет. Смотрим. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой и порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделают? Настоящие друзья сразу же займутся организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи для них не проблема. Ваша лучшая подруга быстренько станет профессиональным флористом и сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время один из друзей подберет самых ярких артистов. А ведущего вообще искать не станут. Один из ваших друзей и так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой только в том случае, если ваши друзья – профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей? Друзья мои, стрит-арт-художник, совсем недавно вернувшийся из Германии, и Георгий Куринов у нас в гостях. Ну, расскажи про Германию. Я знаю, что ты туда ездил. А знаешь, как я узнал? Как? Ты мне до программы рассказал, на что ты начинаешь. Очень хорошо. Несколько лет назад в Германию мне помогли в нашей администрации попасть. В обмен, скажем так. На кого тебя обменяли? На каких-то немцев. Хорошо. Там познакомился с местными райтерами, оказались очень классные ребята, высочайшего уровня, и замечательный центр «Комбо». Молодежный центр, негосударственный, полукоммерческий, то есть они берут проекты, осуществляют их, а государство оплачивает эти проекты. Таким образом работают, не как у нас в России. И подружился с этим молодежным центром, администратором его замечательный человек. И уже в этом году пригласили они, то есть оплачивали перевод. А что там было? Зачем тебе пригласили? Хип-хофф фестиваль по брэк-дансу, по граффити, стрит-арту в некоторых городах. Карл Сруй, Манхайм. Очень интересное мероприятие. Высокоорганизованный, как все у немцев. Ну, просто великолепное пространство для творения. Что ты там делал? Как обычно рисовал. Что? Я предоставил несколько эскизов на фестиваль. И один эскиз, который единогласным был решением, это такой веселый дикий кабанчик лесной. Потому что как раз пространство, в котором находится этот центр комбо, у него имеется небольшое поле, которое перекопал своими клыками дикий кабан, который приходил из леса. Он просто на окраине стоит. И они сказали, что только его хотят видеть. И эскиз был одобрен. Вы дали самую огромную стену на этом фестивале. Где ты был еще? Где ты рисовал в Европе? В Европе. Я был еще в Испании. Опять же, в Германии. Три года назад рисовал. А, и четыре года назад. То есть я уже три раза в Германии ездил. То есть, друзья мои, посмотрите. Этот человек, у которого есть реальная легальная возможность написать «Здесь был Жора», и ему никто за это ничего не сделает. И в этом году очень много, ну не скажем, что очень много, но есть в Поросе. Замечательный фестиваль «Синография», который проходил в Екатеринбурге, тоже один из высокоорганизованных и наилучших фестивалей в России. Просто приятные организаторы, очень четко все отлажена система, подача эскизов, организация принятия художников, ну в общем, все супер-супер. Фестиваль в Чебоксарах, он отличается тем, что он более коммерческая, как бы основе сделан, там самый большой призовой фонд в России, один миллион. Вот, то есть за первое место 500, 300, 200. Я занял второе место. Тара-та-та-та. Тара-та-та, знаем, сколько ты там заработал. Вот, и был еще в Лубинской области, за Полярным кругом. Это невероятное место, как на Плутоне побывать. Тоже там питерская компания «Раскрасим все». Пригласили на мастер-классы, открытые уроки для местной молодежи. Очень классная поездка была. Здорово, вот ты прям вот везде перебывал, все попробовал, а потом все равно пришел ко мне и просишь смотреть сюжет. Да. Смотришь? О том, какая реклама эффективнее, можно спорить очень долго. Ясно одно, чем заметнее реклама, тем лучше. Сегодня поговорим о городских светодиодных экранах. Для начала нужно выяснить, что же все-таки эффективнее, разместить видеорекламу на светодиодном экране или же статическую на билборде. Конечно, многое зависит от самой рекламной кампании, но когда речь идет об экране в самом центре города, думаю, здесь ответ очевиден. На такой экран обращают внимание как пешеходы, так и водители. Что касается самой рекламы на светодиодных экранах, то они привлекают в 5-6 раз больше внимания, чем статичные носители и значительно дольше его удерживают. Наверняка и вы согласитесь, что видео так или иначе гораздо привлекательнее статики. Иначе изображение на обложке фильма было бы смотреть интереснее, чем сам фильм. К тому же реклама на светодиодных экранах зачастую дешевле, что тоже немаловажно. Конечно, лучший способ проверить эффективность рекламы на экране это разместить вашу рекламу на экране. Я попробовал, мне все нравится. Хотите сделать вашу рекламу максимально эффективной? Разместите ее на светодиодном экране в самом центре города и вы не останетесь незамеченным. Телефон рекламной службы Друзья, в гостях стрит-арт художник Георгий Куринов. Разговариваем с ним об искусстве. Это же искусство. Конечно. Высокое? Кому как. В зависимости от поверхности, на которой рисуешь, да? Скажи, пожалуйста, вот, кстати, насчет поверхностей. На чем самом необычном ты рисовал? Вот, были пробы пера на троллейбусах, автобусах, трамваи. Как удобно ли рисовать на троллейбусе? Интересно. Не скажу, что удобно, специфическая вещь. В движении, тем более. В движении, особенно. Но интересно. Вот недавно сделал очень интересный проект. Закусочная на колесах. Передвижной состав, который продает там хот-доги и так далее. Очень классная штука получилась вообще. Сколько дней у тебя заняло? Пару дней буквально. Ну, подготовки 3-4 дня и рисование 2-3 дня. А что бы хотел разрисовать? Очень давно хочу в нашем крае разрисовать развязки на различных автобанах. Но поскольку трассы федеральные, они... И у нас нет автобанов? Ну, автобаны, трассы, дороги, да. Хорошо. Они принадлежат, собственно, федералам. И разрешение получить на эти развязки практически невозможно. Нужно ехать в Москву и накланяться, скажем так. Ну, да, да, да. Надеюсь, что это будет возможно. Покланяться? Порисовать. Порисовать. То есть развязки, а как ты себе это представляешь? Ну, под мостом, во-первых, защищено. Очень большие, высокие стены, ровные. И, мне кажется, идеальная поверхность. Ну, тебе удача в этом начинать. И как только у тебя это получится, обещай позвонить. Конечно. Позвонить мне, и я обязательно поеду туда. Буду там кататься, смотреть, фотографироваться. Следующий сюжет смотрим. Всем привет. Меня зовут Виктор Агабырян, и я иллюзионист. И я вам докажу, что магия существует. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение у вас? Близительно. Меня зовут Виктор, и я показываю фокусы таким, как вы. Вы готовы? Да. Сейчас будет фокус необычный с телефоном. Вы когда-нибудь видели фокусы с телефоном? Нет. Нет? Можно вашу ручку? Вот так вот положим ее. Так. Нужно открыть. У меня здесь есть друг. Его зовут Бориска. Сейчас мы сходим вашу ладоньку. Все, поехали. Сейчас его видите. Чувствуете? Да. Вот он идет. Изучает тут вашу руку. Его даже можно, смотрите, пощекотать. Видели? Сейчас он еще раз вернется. Бориска, Бориска, иди сюда. Вот. Отлично. А теперь поведите его так рукой. Я сам испугался. Я сам испугался. Он настоящий. Все, спасибо вам, девочки. Извините за страх. Верьте в чудеса, и мы увидимся снова. Пока. Дорогие друзья, в гостях сегодня был Георгий Куринов, стрит-арт-художник. Так можно говорить? Конечно, нужно. Нужно. Стрит-арт-художник, работы которого вы можете видеть по городу. Очень просто их отличить от любых граффити, нарисованных на любых стенах. Если вы проезжаете мимо и видите, что работа вам нравится, это Георгий Куринов рисовал. Если у вас сомнения по этому поводу, это точно не он. Я правильно объяснил? Сейчас можешь пожелать чего-нибудь краснодарцам на прощание. Уважаемые краснодарцы, как официально начали. В общем, любви и понимания. Всем удачи. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok